Испанский премьер Марианна Рахой впервые после референдума о независимости Каталонии посетил регион. Накануне его визита в Барселоне прошла масштабнейшая акция протеста. 750 тысяч человек вышли на улицы с требованием отпустить политзаключенных, так они называют бывшее правительство Каталонии. Продолжит Елена Абрамович. Так выглядела Барселона вчера поздно вечером. Сотни тысяч демонстрантов пели песни и скандировали «Свободу Пучдемону, демократия, свобода». На сцене выступали дети заключенных каталонских политиков с письмами от родителей. Спасибо вам большое за ваше тепло и поддержку. Даже в тюрьме мы ощущаем вашу поддержку, и это дает нам надежду. А наша надежда – это ваша свобода. Под арестом сейчас находятся семь членов отстраненного правительства, обвиненных в мятеже. Обратился к народу с помощью видеозаписи и бывший президент Каталонии Карлис Пучдемон. Он сейчас в Брюсселе под надзором бельгийской полиции. «Каждый должен услышать голоса людей с очень конкретными сообщениями. К испанскому государству это не может так продолжаться. Мы обращаемся к европейскому сообществу. Перестаньте отводить глаза. И ко всем демократиям в мире. Людей не запугать. Они будут продолжать делать то, чего хотят большинство демократических людей в мире, а именно определять свое будущее свободным путем». Демонстрация продолжалась до позднего вечера. А уже утром в Барселону прилетел испанский премьер Мариана Рахой. Впервые с момента провозглашения Каталонии независимости. Но не с обращением к народу, а на партийное собрание. Представить кандидата от Народной партии. 21 декабря в Каталонии состоятся выборы. «Мы хотим вернуть Каталонию, которая принадлежит всем, с демократией и свободой. И мы это сделаем, если молчаливое большинство придет на голосование». Рахой призвал обеспечить высокую явку. Пока же, по последним опросам, большинство каталонцев готовы отдать голоса за сепаратистские партии. Отправить за решетку главного борца за независимость Карлеса Пучдемона испанским властям пока не удалось. Пучдемон ведет кампанию из Брюсселя. Бельгийский суд не спешит выдавать его Мадриду. Слушания по этому поводу начнутся в пятницу. А на принятие решения у суда есть два месяца. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.